Всем привет, меня зовут Даша Кей И сегодня я буду краситься косметикой из будущего Помогите мне немножко разобраться в этом Это косметика Influence Beauty Вот что мы имеем, полная коробка косметики Этот бренд разрабатывали футурологи, визажисты, естественно, еще и ученые Потом расскажу почему Бренд себя позиционирует так, что косметика будущего не имеет рамок и каких-то стереотипов Макияж не имеет гендера, поэтому его может делать кто угодно Сколько еще парней на просторах ютуба должно накраситься, чтобы, в принципе, это понять Первый образ, который я повторю, будет вот такой Что я могу сразу же сказать, что blackface в будущем тоже не будет Цвет лица я оставлю свой Очень красивый макияж, он мне прям запал в душу Фиолетовый цвет самый популярный для того, чтобы подчеркнуть карие глаза То есть все интерпретации фиолетового макияжа ко мне, пожалуйста Это косметика из будущего, и я знаю, что много кто хочет посмотреть на нее обзор Потому что она появляется в Magnet Cosmetics в золотом яблоке Абсолютно везде можно ее найти Макияж можно будет сделать любой, и тебя никто не осудит Сегодня будет макияж из будущего Это не обязательно что-то галактическое Это выход из зоны комфорта Сейчас вот так вот выглядит мое лицо Плюс 5-6 килограмм Ужас, но будем работать с тем, что есть У меня есть три тональных крема Первый матовый, сияющий И CC крем, у которого капсулы лопаются на вашем лице И превращаются, ну то есть подбираются под тон кожи Я на самом деле бы попробовала бы его Наношу немного тонального крема на руки Это у меня, кстати, два медиума, сеночек Вот такого вот белого цвета И когда наносишь его на кожу Перехожу к контурингу Я не вижу, есть ли у нее тут скульптор или нет Точно есть румяшки Но я буду использовать палетку контурирующую Потому что сделаю еще контуринг Мне надо, поверьте Influence Beauty Decagon Эту косметику разрабатывали ученые Поэтому название Decagon Десятиугольник имеет место быть Тут два скульптурирующих Оттенка румяшки и хайлайтер Я буду смешивать их вместе между собой Наношу вот такими вот размашистыми движениями Красота Очень хорошо подобранные оттенки Особенно вот этот Ну, это как бронзер получается чуть-чуть Это как скульптор Смешиваем Наносим на лоб Выглядит красиво Уже Пройдусь своей любимой техникой по носику Моя любимая технология Пройтись по носику И потом его законсилерить Это косметика будущего Нас тут не осуждают Тут еще есть хайлайтер Но с хайлайтером чуть позже Дальше я буду использовать консилер Один консилер называется Equilibrium Anti-age консилер Второй консилер называется Imitation Этот консилер по текстуре Очень легкий Прям невесомый вообще совершенно Anti-age более плодный И мне нравится его наносить под глаза Я хочу попробовать нанести вот этот консилер под глаза На синяк я наношу более полупрозрачный и легкий консилер Imitation, который имитатион В качестве коррекции В остальных зонах И на носу Причем я люблю это делать после контуринга Последнее время Это очень странно Да, вот вроде бы как Макияж будущего И вот мне так удобно сейчас это делать У меня спонж чуть-чуть подсох И я буду использовать фиксирующий спрей Так, чуть-чуть я его добавлю Чтобы взбодрить свой спонжик Обычный розовый спонж со смайликом Так Где носик надо побыстрее растушевать Подбородок Консилер достаточно быстро фиксируется Чтобы все это соединить Я использую ту же кисточку, которая контурилась Пока еще консилер не высох И на такое вот подготовленное лицо я наношу пудру Зачем я по всему лицу прошлась кистью? Для того, чтобы оно было не мокрое После тонального или после консилера Я так люблю делать, потому что не оставляет следов и пятен Когда ты делаешь потом бейкинг Я использую рассыпчатую пудру, которая называется Zero Gravity Если по-английски На обратную сторону крышечки я наношу чуть-чуть пудры Чуть-чуть Раз-раз Тап-тап Все мы знаем Это чудесный способ Того, чтобы тени в дальнейшем не осыпались и не испачкали мне все это Можно, конечно, было начать с теней Как делают умные люди Но мы не сдаемся и идем дальше Теперь так ждем Я опять беру эту кисть и смахиваю всю пудру Лицо в полуготовности Теперь рисуем брови Это карандаш Называется Робот Броу Робот У него силиконовая щеточка И механический сам он по себе Оттеночек у меня 01 Брови буду делать в разлет Если обращаться к референсу, то брови у нее почти не выделены Поэтому я могу, на самом деле, просто причесать свои брови наверх И, может быть, чуть-чуть дорисовать волоски Сделаю это карандашом Дальше я буду использовать мыло для бровей У него тоже силиконовая щеточка И сама она по себе выглядит вот таким вот образом Мне понадобится фиксирующий спрей Щеточка С этой бровки я зачесываю их наверх У девушки-модели они зачесаны прям сильно Прям наверх их даже не видно Удобно силиконовой щеточкой работать Мне кажется, удобнее даже, чем обычными щетками Они прям сразу же ложатся и не нужно с этим сильно мучиться Продумано, что прям сюда можно положить эту щеточку Потому что часто есть мыло, но нет щеточки Брови зачесали И теперь нарисую недостающие волоски Этот маркер тоже называется Броу Робот Он такой тонкий Вот если вы боялись рисовать волоски То тут даже если ты каляку-маляку нарисуешь Все равно получится волосок Оттенок у меня третий И он идеально подрисовывает волосочки Я буду смешивать два оттенка Серый такой, темно-серый и фиолетовый Все это так И на веко получается, кстати, идентичный цвет Да, все как надо Тени просто можно наслаивать за друг другом Когда я нарисовала форму Я беру белую подводку Правда, тут написано номер 2 Неоновые стрелки Как мы будем это делать? Белая подводка не любит грязные кисточки Поэтому я перенесу это на руку Нарисуем сначала просто стрелку И если стрелка нравится Сразу же беру, смешиваю два фиолетового и розового оттенка Перехожу к внутренней стрелке Главное делать это очень аккуратно Тоненькой кисточкой Перехожу к нанесению туши Тушь называется Helicoid Когда я говорила, что ученые участвовали в разработке этой косметики Я говорила конкретно про туши Потому что туши разрабатывали математическим способом Количество ворсинок, изгиб Все это разрабатывалось специально Сейчас проверим, нанесем на глаза Я густо прокрашиваю ресницы Для того, чтобы не клеить накладные Переходим к губам У меня есть кремовая помада Которая застывает, превращается в матовая Но мне кажется, что должна подойти вот эта помада Да Это оттенок 16 Оттенок 9 Для меня любительница нюда Тут большое разнообразие оттенков И сейчас выделю любимчиков Я думаю, вы уже заметили Самые темные мои любимчики Выбираем самую серую помаду Мне нравится этот и этот вариант Вообще, очень красиво на губах смотрится 18-й оттенок Я нанесу помаду Технократ Эта помада пигментированная Я нанесу ее без карандаша К этой помаде я добавлю 18-й оттенок И чуть-чуть затемню уголки губ Я буду использовать блеск Вольюм шот называется Нанесу Он такой фиолетовый Блеск для увеличения объема губ Сейчас мы его нанесем Конечно, для этого Нет Я не могу на это смотреть Как красиво получается Я нанесу немного румян Это Плюм Это оттенок четвертый Ой, у меня, кстати, губы зажгло Главное не переборщить Проверяем, увеличились ли у меня губы после этого блеска Мне кажется, чуть-чуть, да, побольше стали Их сейчас покалывает Прям серьезно колет Мы забыли хайлайтер Девочки, у меня склероз Я беру пушистую кисть Хайлайтер называется Иллюминати В оттенке 3 Ну, я думаю, чего-то не хватает Чего же не хватает Хайлайтера, естественно Теперь образ точно полностью завершен Насколько лайчочков вы оцениваете образ Пишите в комментарии А я перехожу к второму образу Возвращаюсь к вам для того, чтобы сделать второй макияж Я сделала прическу Точно такую же, как на фото Которую я буду повторять Вот она или вот она У нее прическа какая-то такая И очень красивый голубой глиттер на глазах Я буду использовать два тональных крема Skinnovation Matte и Glow Illusion Набираю немножечко этого тональничка И каплю сияшки Наношу Прям с руки люблю набирать Казалось бы, да? Плотное покрытие Но не тут-то было Со спонжем это вообще, можно сказать, не плотное Ты можешь всегда регулировать его Плюс он так везде заползает Что? Какая красота Мне прям очень нравится Это сочетание тонального крема Я-то люблю поплотнее Так, чтобы посерьезнее Даже на руке я вижу вот такое вот красивое сияние Из-за того, что я добавила glow эффекта И плотность покрытия Я вот такое люблю, когда сияющее и плотное Я, конечно, сейчас нормально поблескиваю Но это из-за того, что тут софиты В жизни это выглядит очень натуральным сиянием Я возьму румяна в оттенке блокчейн Такой прикольный треугольничек Шестой цвет Это как бы будет румяна-бронзер Не буду сильно бронзериться Не буду Потом Возьму компактную пудру И припудрю Т-зону Сейчас посвочим Приятная очень шелковая текстура Причем, чем отличается, допустим, пудра Zero Gravity Рассыпчатая, она как будто бы немножко подсушивает кожу Допустим, в отличие от компактной Она просто убирает блеск Но кожа не пересушивается так сильно Я беру снова Brow Robot карандаш С зеленой вот этой кисточкой силиконовой У нее прямая тонкая бровь Может быть, не сильно даже и не стоит спускаться вниз Мне очень нравится вот такая прическа Я постоянно, если честно, уже в последнее время делаю Выглядит как будто бы естественные кудряшки Но как будто естественные, да и неестественные Я сбрызгиваю потом морской солью И выглядит очень прикольно Липучий такой эффект А тут изгиб какой-то нарисовался Нам вообще не нужен этот изгиб Вообще вот убрать этот изгиб Так Изгиб не нужен, но бровь нужна Беру опять мыло для бровей И наношу на брови, зачесывая их наверх По идее, оно не сильно должно сушить волоски Но когда у вас долговременная укладка Нельзя употреблять, так скажем Чуть-чуть добавим волосков Бровь роботом маркером Брови мы сделали и идем дальше Сегодня буду оформлять глаза черным карандашом Он называется Спектрум Спектрум, очень классное на самом деле название Тут полностью закрашена слизистая Поэтому я не боюсь Крашу слизистую Это, наверное, самое такое неприятное Из того, что вы можете все Так все молчу сделать Кажется, я стала годкой Наверху я тоже прокрашиваю, но уже более аккуратно Сказала аккуратно Беру кисточку тоненькую Чуть-чуть сверху подтушевываю Потому что мне не нравится, что я там на мазюкала Точно так же в внутреннем углу глаза И тут подчеркиваю чуть-чуть Теперь нужно расширить взгляд И чуть-чуть выдвинуть уголки Ну, я уже сделала это Я беру карандаш Спектрум Чуть-чуть мазюкаю на палец На палец Беру чистую или не очень кисточку Потому что черный цвет, в принципе, не важно И прохожусь легко по нижнему веку По идее, растушевывать так карандаш нужно Но поскольку у нас будет голубой оттенок Мы сделаем и так темно Я считаю, что подводка белая Незаменимый элемент, в принципе, всех макияжей в будущем Поэтому мы берем опять белую подводку Мы ратной стороной мажем ее на нашу палетку В данном случае мою руку Легко наносим на века Какой уже свеженький, да, взгляд? А сейчас мы туда голубенькие тени добавим Красиво будет Следующим шагом я беру палетку Сайбер Вот такие вот у нее нюдовые оттенки Более холодные И я буду брать вот такой вот голубой оттенок И наносить на века Какой красивый морозный оттенок получается У меня вот такая кисть Мне ее даже жалко пачкать Хотела сказать, но она уже запачкана Но обычно я ничего не делаю Кроме как смахивать Очень красивая кисть Ну базу мы сделали А на нижнее веко я буду наносить Вот этот вот блестючий Серый красивый оттенок Беру теперь черную подводку для глаз Называется Event Horizon И прокрашу сначала обычную стрелку Остатками теней И я намечаю кружок Как вот в этом случае Который я буду обводить подводкой Просто его так легче сделать Либо серыми какими-нибудь тенюшками Просто чтобы понятнее было как Сейчас хотим всем работать Лучше начинать с внутреннего уголка И стараться вести одну линию Даже если она немного не туда идет Куда вам надо Использую тушь Тоже разработанную точными науками И сейчас мы переходим к глиттерам Я буду использовать такую вот Красивую дозу глиттера Плюс добавлю палетку Supernova Начну с глиттера Он чуть-чуть с голубым оттенком Очень красивый голубой оттенок Настроение бабочка Так Эти глиттеры застывают И в чем разница в том, что они на гелевой основе А глиттеры, которые вот в этой вот упаковке Они на кремовой основе Пока первый слой застывает Я наклею ресницы Пучками И пройдусь ватной палочкой с тональным кремом Подотру все свои косяки И добавлю немного еще глиттера Ну конечно же, это не все Мы сейчас будем добавлять блестки Которые находятся вот в этой палетке Supernova Это может быть, кстати, и вот эта кисть Такая вот кисть Главное, чтобы она собирала блестки Чуть-чуть хаотично И вы могли тапнуть И там появлялась кучка прекрасных милых блесток Ой, да появились крупные блестки И макияж прям заиграл другими красками Но я предпочту остановиться с блестками и с глиттером И перейти к губам Буду наносить карандаш Lip Fluence называется Номер 6 Механический карандаш Белаем более четкую форму Сейчас мы нанесем помаду Помаду Наверное, это будет оттенок 9 Называется Gravity Идеально попали в цвет Оттенок 09 Gravity И шестой оттенок карандаш В принципе, сейчас чуть-чуть еще добавлю румян Чуть-чуть добавлю Там не румяшка Там какие-то рыжие румяны Все, макияж готов Вот что получилось Я бы так пошла на Новый год Для меня это не ту матч Очень классно И выраженные такие глаза Четко очерченные И спокойные тени Легко, графично То, что мне кажется Сейчас актуально В 2021 году Красивые глитры на глазах Да, это глаза Но по сути мы вышли до бровей И я уверена, что каждый Может его сделать Потому что это несложно И в любой момент Все можно закрыть блестками Я бы даже сказала Немного сдержанно Для Нового года Как вам косметика будущего? Мне очень понравилось И зашел повтор этих всех макияжей Я со своим прекрасным макияжем отправляюсь спать С вами была Даша Кей Увидимся в следующих видео Пока-пока